Я был не сторонником, в смысле, всегда брать ипотеки, кредиты. Говорил Данил Пугин, а потом в пандемию риэлтор уговорил его рискнуть, и он не прогадал. В 2020-м процентная ставка просела, и свою однушку по льготной программе он оформил под ежемесячный платеж в 12 тысяч рублей. В том же году решился и на евродвушку для родителей, тоже с приятной ставкой. Говорит, господдержка дарит невероятную возможность. Или мы платим 30 тысяч за одну ипотеку, или 10 тысяч. Это дает уникальную возможность, на примере, приобрести две ипотеки. Можно для ребенка оставить, для родителей, или себе на будущее, сдавать ее официально. Данил оказался в числе первых оформивших ипотеку по льготной программе на новостройки. Ее запустили в апреле 2020-го для поддержки застройщиков. Все это время проект продляли, но недавно на федеральном уровне заявили, что от льготной ипотеки для всех начнут плавно отказываться после июля 2024-го с поднятием ставки на это время с 7 до 8%. Один из барнаульских состройщиков рассказал, что 70% проданных квартир идут по льготной линии. Из этих 70%, 50% это ипотека по льготной ставке на новостройки. Остальное это семейные, да, остальное это семейная ипотека. И совсем низкий процент, наверное, даже меньше 1% это военная ипотека. Львина доля ипотек на новостройки по льготным программам. По-другому ежемесячный платеж может вырасти вдвое. А если учесть, что по статистике ТАСС Барнаул в шестерке городов по росту цен на вторичку, плюс 28%, вариантов и так немного. По данным за Москву, треть ипотек перепродают из-за того, что заемщики не справляются с финансовым бременем. Экономист Василий Привалов уверен, что плавное сворачивание льготной программы для всех – своеобразная защита государства. Государство пытается стабилизировать ситуацию в экономике вот такими, ну, можем сказать, не очень решительными, но все-таки действиями направлены на то, чтобы отсечь ипотечников, которые не могут, не в состоянии сегодня взять на себя обязательства и достойно их выполнять. Правда, у риэлторов более оптимистичный взгляд. Государство понимает о том, что это хороший инструмент, поддержка, просто он модифицирует эту ипотеку и будет модифицировать ее и направлять на конкретные категории граждан. И эта категория уже обозначена – семья. Для нее расширяются границы. Так в расчет берут двух и более несовершеннолетних детей. А что касается субсидирования процентной ставки вместе с застройщиком, когда она может равняться 1, 2, 4 процентам, Марина Ракина предполагает следующее. Будет ограничение, чтобы не было очень низкой ставки субсидирования, потому что это влияет на многие процессы и на клиентов в связи с тем, что цены могут быть у этих квартир чуть выше. И, соответственно, влияют на банковские продукты, потому что будут склоняться больше к субсидированным ставкам к застройщикам. Продлят ли через полтора года льготную ипотеку, так скажем, для всех неизвестно. Но факт. По словам застройщика, появление льготной несемейной ипотеки омолодило заемщика. Кредит выдавали, начиная с 2021 года. Если такую поддержку заберут, то будут ли жениться ради квартир, чтобы получить уже семейную ипотеку? Анастасия Дороган, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.